В мае 2021 года в состав Северного флота вошёл атомный подводный ракетный крейсер проекта 885М «Казань». Характеристики АПРК проекта 885 «Ясень». Экипаж 85-90 человек. Водоизмещение 13800 тонн, по другим данным около 11800, длина 139 метров, максимальная глубина погружения 600 метров. Для достижения бесшумности лодки проекта на малых скоростях используют грибной электродвигатель. Вооружение проекта 885, 10 533-мм торпедных аппаратов и, возможно, несколько одноразовых, неперезаряжаемых пусковых установок «РЭПС-324» для применения самоходных приборов гидроакустического противодействия. 8 ракет ПЗРК «Игла», 8 пусковых установок «СМ-346». В каждой размещается модуль на 4 ПКР «Оникс» или на 4.5 ракет комплекса «Калибр». В боекомплект входят торпеды, мины, противолодочные ракеты и крылатые ракеты большой дальности, запускаемые из торпедных аппаратов и вертикальных пусковых установок. В будущем в боекомплект войдут и гиберзвуковые ракеты «Циркон». Дальность противокорабельных ракет – 600 км, дальность систем ПВО – 6, дальность ПЛО – 50 км, а крылатых ракет – до 2600 км. Дальнейшим развитием проекта является модификация 885М «Ясень-М», которая строится без использования подсистем и компонентов, произведенных в странах СНГ. Лодки этой модификации стали короче на 9 метров, экипаж уменьшился до 64 человек. Количество вертикальных пусковых установок не изменилось, а вот количество торпедных аппаратов, возможно, сократилось с 10 до 8, впрочем, подтверждения этому нет. Дата контракта на 1-й АПРК «Ясень» мне неизвестна. Контракт с «Севмашем» на головной подводный крейсер «Ясень-М» был заключен в 2011 году. Тогда же был заключен контракт и на 5 серийных крейсеров с ОСК. Контракт будет вести ОСК, а «Севмаш» выступать в роли субподрядчика. В 2019 году был заключен еще один контракт с ОСК на 2 АПРК «Ясень-М». Строительством атомных подводных крейсеров проекта 885 и 885-М занимается производственное объединение «Севмаш», входящее в состав Объединенной судостроительной корпорации. К середине 2021 года ВМФ России получил один АПРК проекта 885 и один проекта 885-М. Один подводный крейсер проекта 885-М был спущен на воду в 2019 году. И еще шесть были заложены в 2014-2020 годах. Посмотрим на темпы строительства подводных крейсеров. Время от закладки до спуска уменьшилось со 198 до 77 месяцев. Такое время от закладки до спуска на воду у головного ясеня связано с тем, что строительство лодки приостанавливалось на несколько лет. Время от спуска на воду до передачи флоту не изменилось, так как оба крейсера головные. Уменьшить это время сможет первый серийный, если его передадут до 2023 года. К середине 2021 года оба головных крейсера несут службу на Северном флоте. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите свое мнение о том, сколько нужно ясеней российскому флоту и сколько смогут построить до 2030 года. Северном флоте Северном флоте